Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский, здравствуйте. Федерация хоккея Беларуси опубликовала расписание матчей группового этапа Кубка Руслана Салея 2019. На предварительной стадии 16 команд разделятся на две группы по 8 в каждой. В группе А будут выступать Неман, Гомель, молодежная сборная Беларуси Ю-20, Локомотив, Могилев, Пинские ястребы, Барановичи и Бобруйск. Группу Б составили Шахтер, Динамо Молодечная, Металлург, Лидобрест, Химик, Витебская юниорская сборная Беларуси. С 1 по 14 августа участники сыграют между собой по одному матчу в один круг. Победители групп получат путевки в финал четырех турнира, где к ним добавится Минская Динамо и Юность. Откроется первая стадия турнира 1 августа. Гомель сыграет с пинскими ястребами. Матчи финального раунда пройдут 17 и 18 августа в Орше. В день открытия вторых европейских игр фан-зоне у Ледового дворца в Гомеле для болельщиков устроят яркое шоу. 21 июня за два часа до начала церемонии открытия домашней европеады перед зрителями выступят спортсмены Гомельской области. Каратист Сергей Мартюхин, пятиборец Евгений Орел и олимпийский чемпион Афин Игорь Макаров. Прямо на сцене атлеты посоревнуются в скорости, меткости, точности, а также разыграют ряд полезных подарков для любителей активного отдыха и спорта. В 22.00 начнется прямая трансляция церемонии открытия вторых европейских игр, увидеть которую можно будет на огромном экране, установленном на сцене фан-зоны. Завершились финальные соревнования Республиканской универсиады по пляжному волейболу. В турнире участвовали 106 спортсменов из 29 учреждений высшего образования Беларуси. Гомельский государственный университет имени Франциска Скорина на соревнованиях представили студентки заочного факультета Анна Антасюк в паре с Екатериной Лисовской среди женщин. Женская пара стала серебряным призером универсиады. Среди мужчин Гомельский вуз представляли бронзовый призер Беларуси по волейболу Дмитрий Майоренко в паре с победителем чемпионата и обладателем Кубка Республики Беларусь по волейболу Андреем Марченко. В финале мужская пара уступила спортсменам из столичного БГУИР. В Гомеле проходит мастер-класс по джиу-джитсу. События международного масштаба. Участие принимают спортсмены из Прибалтики и стран СНГ. Всего собралось около 70 участников. Приехали инструкторы, чтобы передавать свой опыт молодежи в программе мастер-класса изучение базовых основ. Как отметили инструкторы, уровень у гомельчан достаточно высокий. И если наши спортсмены продолжат изучать новые техники, успех будет близок. Люди, которые к нам сейчас именно на семинар приехали, они дают основу базы, с чего отталкиваться. И вот судя по тому, что на данном, на второй день что они показывают, мы понимаем, что да, база имеет огромное значение для борьбы, понимаете. И вот эти нюансы, которые, казалось бы, несущественные, из чего строится в перспективе эта вся борьба, очень важна. Я думаю, больше всего не хватает новой техники, которая сейчас только начинает зарождаться в Соединенных Штатах. В принципе, на интернете есть какие-то видео или еще что-то, но нужно, чтобы был квалифицированный инструктор с высоким уровнем профессиональным, который может довести эту технику до более хорошего совершенства. Потому что, когда люди видят что-то на интернете, маленькие детали и на раз проскальзывают, и люди их не замечают. Поэтому новая техника под руководством продвинутого инструктора, я думаю. Я бы посоветовал пытаться выезжать за пределы страны как можно больше, потому что спорт в Беларуси только начинает развиваться. А в разных странах даже того же самого бывшего Советского Союза он намного более развитый. Поэтому я бы посоветовал как можно больше выезжать, выступать на турнирах международного уровня, чтобы развивать экспириенс. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин